Еще вчера на летней площадке с выносными столиками дым стоял коромыслом. Шашлычная на углу улиц Шевченко 108 и Краснодарская 27 работала в полную силу и чудила дымом на всю округу, невзирая на то, что ни о каких правилах противопожарной безопасности здесь и речи не шло. Светлана Алькина подтверждает, что конец этому безобразию и полной антисанитарии надо было положить уже давно. Я вчера увидела такой вопиющий случай, который меня просто шокировал, когда я шла с работы домой. По поводу того, что здесь жарились шашлыки, тот, кто жарил, был вообще чуть ли не в одних плавочках. Это где конкретно? Это было конкретно, вот здесь стоял мангал, стояла очередь, наверное, метров 6, очередь людей. Пожарные правила безопасности надо соблюдать для того, чтобы в черте города жарить шашлыки. У нас даже не разрешается в спальном районе вынести, вот так вот поджечь какие-то листья там сухие или веточки. Детей ведут с пляжа домой. Они начинают просить то мяско, то какие-то слоечки, то пирожные, там фрукты, которые вот на дороге в течение дня лежат. Тут же они берут, едят и в результате у нас, не дай бог, повысится вот эта вот антисанитария. Естественно, хозяйка, точки защищая свой бизнес, ссылалась на подобные заведения, работающие в частных домах по соседству. Всем значит можно, а мне нельзя. Пожалуйста, медкнижка. Да мы работаем прекрасно с жителями. Все документы, все анализы, мы знаем. А смотрите книгу отзывов и предложений. Но ведущий специалист управления муниципального контроля очень доходчиво объяснил, что здесь происходит и почему. Специалисты управления муниципального контроля, совместно с сотрудниками полиции, общественниками территориального органа самоуправления, производят демонтаж и решение Международной комиссии по демонтаже и освобождению земель муниципальных. У нас по данному факту выявлено три нарушения по улице Краснодарской. Это Краснодарская 27а за моей спиной, Краснодарская 26, это Тандыр Пури и Шевченко Краснодарская. Цель проста освобождение нелегальных точек, освобождение муниципальной территории. Любая торговля, любая те столы, кафе и точки общепита должны изначально сделать договор на аренду муниципальной территории и уже впоследствии осуществлять свою деятельность. Это не значит, что можно собственноручно выставить какие-то пусты пластиковые или какие-то столы и занимать муниципальную территорию. Соконно в стихах один. На деле подобные нелегальные точки общепита или торговли наносят прямой ущерб бюджету города. Полученные деньги могли бы пойти на благоустройство или иную городскую инфраструктуру, наихватку которой жалуются сами предприниматели. В администрации заявляют о принципиальной позиции. Говорят, что борьба с нелегалами будет продолжаться.